И они Христу, тем не менее, так не угодили, что им больше всего досталось с его стороны обличение. Ну и они ему отвечали в той же моменте, собственно говоря, и они его обижали часто. Вот, ну вот, вот это вот, оно никуда не делось, вот это фаришейское отношение к вере. Мы думаем, что мы исполнением закона будем, мы угождаем Богу, а вот и ничего подобного. Не поклоны наши, не свечки, не посты наши, не молитвы усиленные. Это все на самом деле, это всего вспомогательные средства, которые не Богу нужны, а нам. Нам. Для чего нужен пост, как думаете? Зачем? Богу нам вообще это не нужно. Тем более Христос сказал, оскверняет человека не то, что в густах ходит, а то, что из них выходит. Вот это оскверняет человека. Когда апостол Павел, апостол Петр, когда, да, апостол Петр, когда язычников покрестил первого, помните, да, он был, ему спустились, он проголодался, ему спустился с неба специальная такая скатерка, всякие гады, которых евреям было есть нельзя. Говорят, заколи ешь, я никогда ничего нечистого не ел, то, что Бог извекил, не почитай нечистым. В общем, мы потом все эти отменили то, что мы христианам, все можно есть, кроме того, что мы нарушаем. Мы все нарушаем, что мы не христиане, и нам пал, ну, христиане, но, которые пал, заслуживают наказание. Нам нельзя есть одно, есть что нельзя, кто следует кушать. Удавление, или кровь, или все, что содержит кровь. А то я укрываю на колбасу, и гематогенты, которые делают из бычей крови, мрушат. Вам единственное пришлое отменичение, растяна.